Здравствуйте и добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Актриса Людмила Крылова известна зрителю по множеству фильмов, среди которых можно выделить «Сверстниц», «Живых и мертвых» и «Возмездие». Но главной ролью Крылова была роль супруги Табакова и матери их детей. Но судьба сложилась таким образом, что конец этой семейной драмы оказался несчастливым. В зрелые годы актриса оказалась в центре громкого публичного скандала. Людмила родилась в Москве в 1938-м. Ее семья была малообеспеченной. Когда девочке еще не было 9 лет, в 1947 году умерла ее мама. В старших классах Люда ходила в драмкружок. Когда отец выделял ей некоторую сумму, она спешила на театральное представление. В один прекрасный день в театре «Современник» она наблюдала за талантливой игрой молодого артиста Олега Табакова, которая очаровала ее. Это был спектакль «Вечно живые», поставленный по пьесе Виктора Розова. В нем Олег исполнил роль Миши. Желание Крыловой стать актрисой еще больше укрепилось. В 1960 году Людмила окончила Щепкинское училище, но еще участь в нем стала делать в театре и кино «Первые шаги». В 1959 году на Мосфильме она случайно встретилась с Табаковым. Они оба снимались, хотя и в разных картинах. Эта встреча была судьбоносной и роман вспыхнул мгновенно. После этого они больше не расставались. Крылова переехала к Табакову в его коммунальную квартиру и в том же году пара поженилась. К концу учебы Людмила была уже в положении и их первенец Антон родился в 1960 году. Семья жила очень бедно. Их единственная комната была поделена пополам шкафом, за которым спала няня. Она и присматривала за сыном, так как родители очень много времени находились в театре. Через шесть лет родилась дочь Саша, семья уже переехала в отдельную квартиру. Что касается Олега Павловича, то он был нежным, заботливым и внимательным мужем. Тем более трудной оказалась перемена в их отношениях. В 1981 году в жизни Табакова появилась Марина Зудина. Тогда, в возрасте 16 лет она поступила на его курс в театральный институт. После того, как начался их роман, они встречались целых 10 лет. Уходить из семьи Табаков не хотел. Но Крылова не выдержала лжи в отношениях, вызвав мужа на откровенность. В одном из интервью она отмечала, что не выносит предательство. Под ним она подразумевает даже неизмену. Это гораздо более глубоко. Расставание супругов вылилось в драму. Им не только не удалось сберечь хорошие отношения, они превратились в настоящих врагов. Более того, за мать оскорбились и дети. И Антон, и Александра навсегда прекратили общение с отцом. Однако, все-таки, по прошествии многих лет сын все же пошел на мировую, в то время как Александра осталась принципиальной в этом вопросе. Антон рассказывал, что сначала он полностью поддерживал позицию матери и сестры, не общаясь с отцом, но потом решил взглянуть на ситуацию со стороны и понял, что своим поведением он никому не делает лучше. В марте 2018 года Олега Павловича не стало. Ни его дочь, ни бывшая супруга на его похоронах не были. По этому поводу Людмила заметила, что они стали практически чужими людьми, так как на протяжении многих десятков лет не сказали друг другу ни одного слова. Однако, как было выяснено, сегодня у актрисы полностью отсутствует общение и с ее дочерью. Она даже не в курсе, как идут дела у Александры и чем-то занимается. У каждой из женщин сегодня своя жизнь. Сама Крылова продолжает работать в театре «Современник», где она прослужила всю свою жизнь. Она является заслуженной артисткой СССР. В кино в последний раз она снялась в 2008 году. Это была роль о немаленькой в фильме «Крутой маршрут». Что ж, надеемся, мы еще увидим ее в какой-нибудь кинокартине. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!